Дональд Бисетт. Путешествие Джо. Раз в год дочка начальника станции в Пэддингтоне мыла крышу своего дома, и совы, которые жили на крыше, часто падали вниз, потому что крыша делалась скользкая. Вот совёнок Джо и решил, что когда в следующий раз придёт пора мыть крышу, он уедет на денёк в деревню к бабушке в гости. Кому уж охота падать с крыши? Он сел в поезд, который шёл до бабушкиного дома. Паровоз звали Шервуд, а машиниста — мистер Босток. — У тебя есть билет? — спросил мистер Босток совёнка Джо. — Конечно, — ответил Джо и показал мистеру Бостоку свой билет. Они поехали. Как только прибыли на бабушкину станцию, Джо побежал к бабушке. Он прекрасно провёл день у бабушки на кухне и долго играл с водопроводным краном, вжурчит, не журчит. Шервуд тоже неплохо отдохнул и подзаправился углем. А мистер Босток пил чай и ел хлеб с вареньем. Но он ел неаккуратно и испачкал вареньем рельсы. Поэтому, когда собрались в обратный путь, Шервуд не мог сдвинуться с места. Колёса прилипли. — Ох! — сказал он, — но хныкать не стал. — Пуф! — сказал он. — Пуф! 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 Но с места сдвинуться не мог. Мистер Босток позвал на помощь Джо, а Джо — свою бабушку. И вот все вместе, мистер Босток и бабушка, Джо и бабушкин кот, которого звали Том, поднатужились и... Шервуд как был, так и остался стоять на месте. Тут Джо осенило. Ведь коты такие облизы! И он сказал Тому, а почему бы тебе не облизать рельсы? Том с большим удовольствием слезал с рельсов варенье и запил водой. Когда Джо вернулся домой на станцию Пэддингтон, звезды уже потухли, начинался день, и ему ужасно захотелось спать, ведь совы спят именно днем. Он взлетел на крышу и хотел прочитать на сон грядущий свое любимое стихотворение «Гори, вечерняя звезда». Но вместо этого у него получилось «Гори, шервудская звезда, пусть мчатся в Лондон поезда, гори для кошек и собак и для мальчишек забияк, проснется скоро детвора, а нам, советам, спать пора». Субтитры создавал DimaTorzok